Рустам Собственно, как соткалась ткань этой картины, начиная с ее названия «Мешок без дна». И в чем здесь есть какая-то, может быть, преемственность по отношению к вашим короткометражным картинам, которые вы делали не так давно? Для Госкино нужно было написать сценарий для детей. Сценарий для детей было бы удобно сделать фильм. В Госкино их хотело детский фильм. Переписали эту сказку о Кутагавариновске, которая называется «В чаще». Вы знаете, по ней снят потрясающий фильм, знаменитый в 51-м году «Курасава». Он из двух навалов сделан. «Ворота Росимон» и «В чаще». Ну вот «В чаще» послужило поводом сделать некую сказку. В Госкино мы получили какие-то деньги. С этого все и началось. Вы спросили, почему «Мешок без дна». Сказка называется «В чаще». Перед этим у меня был маленький контратный фильм, который назывался «Вриллианты воровство». А это назывался бы тогда, как же называется, «Рубины» по-русски я забыл. «Яхонты». «Яхонты». «Убийство». Но потом «Яхонты» слово отошло, потому что уж очень это похоже на ювелирный магазин. Поэтому пришлось назвать его «Мешок без дна». Он подходит, это название. Может быть, не так яркое. Светлана Владимирович читает сказку «295», которая называется «Бездонный мешок» из «Тысячи одной ночи». Кто больше скажет слов, тот и выиграл. А «Мешок без дна», не «Бездонный мешок», получается более значительный, потому что героиня отвечает на много вопросов, и всё делает их объёмнее, объёмнее. И в конце концов получается, что нет вообще дна. Можно задавать вопрос до бесконечности. Вот так и получилось. Спасибо большое. Я жду вопросов из зала. Да, пожалуйста, Александр Шпагин. А почему так много операторов в фильме? Фильм снимался больше пяти лет. Поняли? Эти люди приходили, уходили. А у меня было очень много фотографов, которые приходили и уходили. И все снимали на цифру, которую можно было потом перевести просто в кадр. Я использовал их всех, кто что-то делал. Там сбоку, сзади, улучшал кадр. И вот так. А потому что, когда никого не было... Вот Макритский пришёл, заснял, с которым мы делали когда-то фильм «Бриллианты». Вы знаете, довольно фотографа известного Пенхасова. Своей дочкой приехал, тоже что-то сделали. Так, так, так и получилось. Что их много. Нельзя было их не написать, потому что все они были рядом. Вот так. Спросите, сколько было звукорежиссёров? Это самое трудное, что есть в русском кино. Я очень сильно мучился. Вы слышали, как топали ноги всех. Это Мосфильм. Понимаете, если бы этот фильм снимался, ну, как все сейчас, многие снимают, с звуком уже на месте. Да, конечно, было бы удобнее. Так пришлось. Двери, шумы, шорохи. Всё это вот присел, отсел, потянул стул. Это обычный Мосфильм. Это очень трудно затушевать. Мучились все. Ну, я их мучил. Более-менее получилось. Вот последний титр «Космосфильм». Это потрясающая, конечно, студия. Молодая-молодая. Они просто вытянули фильм до конца. Там мальчик звукорежиссёр, светлоустановщик и сам хозяин. Ну, вот если бы они просто не дотянули, это было очень трудно именно с творческой стороны. Вот такая история. Пожалуйста, микрофон. Ещё один. А почему он больше пяти лет снимался? Больше не нужно там. А не было денег. Потом нашёлся человек, вот продюсер Люба. Она крайняя сидит. И так вот это продолжалось. Два актёра уже успели уйти на тот свет, пока мы снимали этот фильм. Алина Мороза родила двоих детей. Прямо во время съёмок. Её нет. Но мы рады, потому что в таком возрасте взяла. Другую бы взял, выкинул, другую взял, куклу маленькую. А так, поскольку мы договорились, вот. Всё длилось. Это очень трудно, кстати. Пожалуйста. Давайте Таня сначала. Давайте Таня сначала. Я могу, мне не нужен микрофон, пока. Это для записи, да, Татьяна Муштакова. Добрый день. Светлана Владимировна, мы тут решили вам дать главную женскую роль, пока не смотрели остальных. Главную женскую роль фестиваля. Мы очень быстрые. Да, мы острые и быстрые. И я думаю, что... Я просто комментирую. У меня только один вопрос. Вот большой был период от того, как вы на лыжах так изящно, причём лыжи тоже исторически оправданы. И вот внутри этого дворца, который, вероятно, готовился к реставрации. Что это за дом? Вот у меня два таких вопроса. Вы знаете, у меня... Раз я получила слово, я хочу сказать, что, конечно, моя работа – это заслуга Рустама, потому что так, как он работал, и как он меня видел, и что он мне предлагал, и добивался результата, у меня такого не было. Хотя встречи в моей жизни долгие, столетние, я бы сказала, с режиссурой огромные, колоссальные. Но этот путь, который я прошла с Рустамом, он для меня очень значимый, очень значительный для меня. Это новое. Это новое в моей жизни, новый взгляд на многое. Потому что и на него, прежде всего, вот задали вопрос про операторов. У меня было такое ощущение, что оператором картины был Рустам. Я ни разу не видела, чтобы он не смотрел в кадр, чтобы он не направлял, чтобы он не менял, чтобы он не говорил про свет. То есть он участвовал в процессе бесконечно. И удивительно было то в этом процессе, что часто жалуюсь на головные боли, на нездоровье. Он был, когда он в процессе творческом, он был невероятно вынослив. Потому что, значит, внутренний мир, внутренние таланты и такое вот творческое горение. Я очень благодарна и пользуюсь возможностью сказать ему, потому что если бы я стала ему так говорить, он бы мне сказал, перестань, перестань, и не стал бы слушать. А так для меня, конечно, это очень интересная картина. А сказать о том, какой путь между тем, когда меня поставил, так сказать, Рустам на лыжи, это все же его придумки. И эти проходы, это Ленинград, Петербург, это заброшенный дворец. Я, будучи безумно любящей Петербург, так же, как и Москву, и зная его, и приезжая на гастроли всегда-то-то, все, везде, где бы я ни ходила, ни смотрела, мне казалось, я уже Ленинград знаю. Но когда он привел в этот вот дворец, причем находящийся в таком промышленной зоне, потому что историю этого дворца мощной очень, там был Кожевин, капиталист, ну, такой в царское время, он настолько любил свое дело и настолько был богат, что около своих Кожевинных предприятий, на берегу Невы, Оковпорт, где порт, он построил себе вот такой уникальный дворец. Красоты неземной. Но еще надо знать, как это все видит Рустам, потому что он обшарпанный, он вообще еле существует, он совершенно в такой упадоческом состоянии, и то, что сделано и снято им, вот. Была очередь, чтобы мы выкатились, и уже было 10 фильмов. Да, да, на этот. И вы знаете, что меня, например, потрясло, когда я вошла в этот, в одну из зал и увидела эти окна дворцовые, бесконечные, до потолка и до пола, и вдруг увешаны какие-то необыкновенные фактуры, необыкновенными занавесками, с подхватами. И они были какого-то такого удивительного тона, и как в Питере редко солнце бывает, одно оно как-то, какой-то луч дало через эти пыльные окна, через пыльные окна на эти занавеси. И я его спросила, что это, откуда вы это взяли, где это, что это такое? И катакомендал. Он говорит, это бумага, это он сделал, бумажный. Представляете? И это вот в фильме, и вот так все. Вот эти, у меня, например, брат мой тоже, очень известный оператор и очень талантливый, видящий мир по-своему. Он, ну, он хотел хотя бы, вот, понимаете, его видеоряд художественный, если он снимал обыкновенное чудо вместе с Марком Захаровым и много фильмов. Но когда он увидел вот это озеро, которое снято было, где вот эта голова с этим... Нет, с этим мечом, вот этим на голове. Вот, а я. Ваша? Ваша? Вы пишите на то, что я очень плохо вижу. Вот. И, значит, и когда я увидела это озеро, мой брат увидел, он совершенно встрепенулся, его так просто, был очень взнеравлённый, сказал, как? Как вы это сняли? Он не мог понять, как это снято. Вы понимаете? И я просто сказала про это, или когда чёлн по озеру плывёт, или когда среди этих снопов идёт эта царевна к этой кибитке, как шкаф маркетри. Я вам хочу сказать, что видеоряд, которым он обладает, который видит, это, конечно, всего и Рустамина создание. И я даже... У меня так быстро прибежало время, и так оно прилетело, и так я дорожила этим, этими съёмками, что так вразумительно ответить нам вопрос, сколько прошло время между лыжами и дворцом, я, очевидно, вразумительно не смогу, потому что это как-то всё было в моей жизни, всё бесценно. И жалко было, когда всё закончилось. Но мне почему-то кажется, что не пять лет, чуть поменьше, нет? Или я просто... Пять с половиной. Расскажу. Когда-то Жанна Моро, мы были все вместе, и снималась у нас Света, такой несчастный фильм, она на Свету показала пальцем и говорит, типичная голливудская звезда до военного времени. А я говорю, да, она была бы лучшая, если бы все спохватились, наверное, Раневская из Вишнёвого сада. Потому что есть упадническость в голосе, как у Валентины Ивановны Караваевой, её знакомой. Более того, есть резкие ноты, как у моей любимой артистки Бет Дэвис. Очень сердилась Света, когда я говорил, вы Бет Дэвис, вы Бет Дэвис, не надо сладости. Но вот это всё вместе как-то выкопалось. Конечно же, в голове всегда держишь старый Голливуд. Я вырос, можно сказать, на этом, на старом кино, которое чернобило. И в предыдущем фильме, вот вокальный параллель, там есть текст. «Лев весь состоит из хорошо переваренной баранины». Конечно, у меня в голове сидит прекрасные Эмберсоны с газовыми лампами, просто недостижимая картина с точки зрения красоты. В Висконте даже это не снилось. Это Кражданин Кейн, что снял Орсен Вэллис. Это всё в голове сидит. Конечно же, это всё впитывается. И Беневель, «Никуда не деться», и Жан Кокто, и Жан Виго. Это совсем не значит, что я их повторил. Они у меня сидят в голове. И если я что-то хочу сделать, то они вылезают незаметно. Если бы были какие-то у меня актёрские сцены, которых у меня никогда нет, и я, по-видимому, делать этого не умею, то, конечно, я тут же вспомнил «Весна на Заречной улице». Или бы фильм «Большая родня». «Хейфица». «Большая семья». «Хейфица». Да, вот когда актёры все вместе, и нет никаких выкрутасов режиссёрских, нет никакой поэзии, нет никакой метафоры. Вот там просто чудо. Но я такого сделать не могу. А если понадобится, вот заставят мне это, то, конечно, я вспомню их. Просто это невероятно. Как сделано в этом и другом фильме, который я назвал, их ещё есть много, но просто я их сейчас вспомню. Какие чудесные там все артисты. Так, давайте всё-таки вернёмся к мешку без дна. Прошу вас, вопрос. Я как раз хочу сказать спасибо за ожившую энциклопедию кино Рустаму, начиная с Ханжонска в тех времён. А потом вот какой вопрос. Насколько стилизовано или я, например, видела всё абсолютно настоящим? То есть это всё-таки винтаж или это настоящие? Вот ткани в едином, например, я не знаю, ключе сделан шум листвы и шум кринолинов. То есть, что касается звука режиссёров, я хочу сказать, что я тональность услышала одну и ту же. Так вот, насколько подлинно всё, что мы видели, потому что для меня это всё подлинно. И второе. Про актёрскую сцену, ну, я не знаю, более сексуальные сцены, когда, причём без пошлости, но удивительно совершенно. Вот ещё один, Зардук. Второй такой вопрос. Спасибо большое. Я не понял. Я ещё что-то подлинное всё, что... Да, да, что-то подлинное, что-то неподлинное. Ну, видите, шторы из бумаги, в которой заворачивают масляные детали автомобиля. Действительно, очень красиво. Я когда-то это разглядел. Очень знаменитого английского фотографа. Сейчас забыл фамилию, потому что я забываю имена. Он всегда снимал манекенщиц в 30-40-е годы в этих бумагах. Очень известный. Он был художником по костюмам в фильме «Майферли». Где я забыл фамилию? У меня гора книг, его сейчас не могу вспомнить. Конечно, что-то подлинное. Вот художники по костюмам, поскольку они работают в Шахстназарово, им доступен был склад. И мы нашли всё тряпьё от Ивана Грозного. Вот просто тряпьё. Вот сидит наш актёр в настоящем костюме, который сшит из какой-то филони, потому что в 30-е годы, вы же знаете, воровали всё из церкви, резали и шили. Считаю, что это подлинное. А что-то фальшивое, конечно. Чешские брошки, натыканные в кокошник. Всё вместе, но просто ты всегда прочитываешь, можно или не можно. И всегда это смотрится однородной массой. Это очень важно. Интернет-изнадим. Московское время. Барановская Светлана. Подскажите, пожалуйста, всё-таки фильм для какой аудитории предназначен? Неужели для детской? Нет, конечно, конечно. Это был приём, но для какой аудитории, вот точно я вам говорю, никогда я не приспосабливался. Надо, не надо, поскольку всё равно я никакой ненародный артист, и мне всё это не нужно. Сделаю то, что хочу. И сейчас же ведь свобода. И если можно делать всё, о, Господи, сколько можно было бы ещё и ещё, если было бы здоровья, и продюсеры. Ну, этого же не бывает, это же всё... Мечты. Миф, да. Ну, надеемся. Надеемся. Конечно, не детский фильм. Но если бы меня заставили делать детский фильм, я бы тоже его сделал. Ну, как позорили. По очереди, по очереди всё. Ну, по золени, люди с улицы очень примитивные, это чудо, потому что все большие художники, я имею в виду живописи, всегда обращаются к примитиву, рано или поздно. И Пикассо, и Петров Водкин, вы видите, всегда есть какие-то, как это называется, воздушные пути. Мы знаем, откуда это пришло. Это из икон, это из африканской скульптуры. И если это будет какая-то сказка, то, конечно же, я вытащу рисунки Бём, сказки Толстого обожаю. Просто их такие вот маленькие, туповатые, вся прелесть в этом. Но это есть высокий наив, который всегда должен присутствовать, когда ты уже дошёл до какой-то вершины здесь. Конечно, я с удовольствием поснял детскую сказку. Какие-то же есть границы. Но чуть-чуть бы перешёл. По золени, я имею в виду, не за секс, естественно, а за то, что у него примитивные люди, примитивно стоят, примитивно говорят. Но это такая прелесть. Я от них не мог этого добиться. Они высокие профессионалы. У актёра нашего сидит, он не мог быть злым. Ну вот просто, знаете, как мальчик, который вот играл в Дом-2, как он называется, Брат-2. Сергей Бадров-младший. Ничего не играет. В контексте каких-то монтажных кусков он бы был очень сильный, злой человек. Этот не может быть. И у Кирилла всё время было блистание в глазах, знаете, которое нельзя убить. Он не может просто смотреть. Жаль, что не было ещё каких-то сцен, которые я мечтал бы с ним снять тогда же. Вот если бы он долго нюхал розу, вот был бы злодей. То его не было, то розы не было, то бороды не было. А Макриский последний раз пришёл, говорит, давай я тебе всё соберу из другого фильма. Иву не было. И вот эта роза, может быть, бы и сделала его злым. Вот он якобы изнасилует нашу Лену Морозову. И гусы собирает, а розы рвёт и нюхает их. Так, как Пола Негри, Кармен, если помните, Аполлоний Холупец, наша украинская артистка, одеколон с розой, который повторили, потом уже все кому не линь. И горбоз, виноградом и так далее, и так далее. Вот не получилось. А эта ассоциация мне была очень важна. Кому надо, поняли бы, а кому не надо, потом, поняли бы потом. Но не хочется себе изменять, потому что вот этот лев с хорошо переваренной бараниной, я это всё очень хорошо помню. Мне всё время кажется, что это моё. Хотя это было чёрт никогда, итальянский нереализм. Я весь пересмотрел «Будучи школьникам». Вы даже себе представить не можете, что я только... Я помню в титрах всех, кто был в эпизодах. Без того, что выучи язык, ходи в школу. Ну вот, это всё дало такой плод. Конечно, у него сияют глаза, это совершенно невозможно убить. Но вот нужна была эта роза, тогда это была метафора, что вот какой-то он очень подлый, что он цветы нюхает. А так он испепеляет праздник глазами. Знаете, как вот сейчас есть такие актёры, вот появился, фамилия Забелла, Козловский. Там штук сияния в глазах. Убрать нельзя. Или ещё был у нас Нонна Бродюкова и Мушного знаменитый. Тихонов и Слава. Тихонов тоже блядские глаза, ничего не сделаешь. Этим надо пользоваться. Кирилл, можно я вам дам слово, скажите о своих мучениях? Здравствуйте. Вы знаете, мне ужасно приятно про блядские глаза. На самом деле, мучений никаких не было. Мне очень жаль, что не удалось доснять планы с Розой, но, к сожалению, я тоже ушёл уже снимать кино в этот момент. Вот. Мучений не было, был какой-то невероятный кайф и совершенно другой уровень общения на площадке, общения с режиссёром, общения с партнёрами. Я помню, как Рустам нас с Леной просил случайно посмотреть в камеру, как непрофессиональных артистов. Это было 30 дублей, мы не смогли. Ну, вот знаете, как у Феллини, когда вдруг случайно они в камеру оглядываются, смотрят, вот, мы не смогли этого сделать. Нет, не получается, потому что настолько ты уже привык, что камера, как бы, её нету, вот, и поэтому это совершенно какие-то другие приспособления и, пожалуй, это первый случай в моей жизни, когда я не спрашивал, почему у режиссёра. То есть, когда он говорил, вот, надо так, я не спрашивал, а почему так? Или там, а как мне это оправдать? Или там, что-то ещё. Потому что, наверное, в отличие от очень многих сейчас режиссёров, которые работают с формой, я имею в виду театральных режиссёров больше, вот, я там очень, ну, спокойно отношусь к спектаклям Богомолова, потому что я, например, не понимаю, что это такое, меня это не трогает. Ну, форма, его форма меня не трогает. Вот. А форма Рустама меня трогает, потому что она несёт эмоцию. Вот. Там немножко история от головы, а здесь всё-таки история какая-то, ну, совершенно другая. Вот. И я не задавал вопроса, почему. Просто надо, ну, так, значит, так. Да, я не понимаю, но, наверное, я чего-то не понимаю. Вот. И я, конечно, безумно счастлив, что мне удалось не только поработать, но и пообщаться, потому что это какой-то, это другой мир совсем. Вот. Вот. Поэтому у меня иногда, когда становится как-то так грустно или засилие какого-то, ну, ощущение засилия тусовки какой-то, что-то вот такого, я очень часто звоню Рустаму, иногда прихожу к нему в гости, и для меня это как какое-то лекарство определённое. Вот. Вот, да, инъекция. Поэтому, Рустам, я вас поздравляю, я знаю, как вам было тяжело, как это всё непросто происходило, потому что вы перфекционист, и браво. Спасибо большое. Хочу сказать ещё, знаете, о чём? О Демидовой. Ведь она играла Баба-Ягу. А вот она, конечно, перешла все грани, она не захотела быть дамой строгой. Вот сделала всё то, что дал ей театр Таганка. Но она прекрасно понимает, что это ещё от Мерхольда. Она делала всё как театр, как театр, как клоун. Но получилось в контексте всё нормально. Понимаете, если бы Баба-Яга была Баба-Ягой, это не Баба-Яга, это получилась такая метафизическая женщина, которая вот перешла же потом к бытовому нормальному голосу, а перед этим истерила. Она единственное, что не знала, что я ей дал пить мочу. Скрывал тщательно, говорил, это вода. Она говорит, это что, что целебное? Я говорю, целебное. Вот она сыграла. Если бы она сейчас это увидела, не знаю, что произошло. Но смешно. Простила бы артист, в конце концов. Конечно. К сожалению, нам надо заканчивать наш разговор. Я так понимаю, будет продолжим в колуах. Извините, у нас нету больше. Вы видели очень вялый ритм, это все очень скучно, потому что я еще очень сильно люблю Антониони, первые его три фильма, затмение, приключения ночи, я просто скажу с ума от них. Я думаю, что это вообще лучшее, что было вообще в кинематографе. Он сказал простую вещь однажды, что когда они любили художника Джорджа Моранди, а тот писал только бутылки, мы понимали, как мы будем снимать свои фильмы. Вот эти скучные серые бутылки с маленьким серым, розовым, каким-то голубоватым оттенком. Моранди им сказал простую вещь вот этим кинематографистам, которые к ним ходили, Бултанина Гуэра и Антониони. Он сказал, что все мои бутыли это пьесы Чехова и это везде три сестры. Вот это, конечно, потрясающая вещь. Я ее запомнил. И чтобы это не было выспрено, пришлось срочно придумать Катерину, которая хочет броситься в Волгу, чтобы это было чуть смешнее. Понимаете, да? Но вот про этот ритм все-таки кино надо что-то делать. И, к счастью, нашел композитора Курлянского. Почему-то все его ругают. Оказалось, такое чудо. Всего одна маленькая пластинка, всего там пять минут, даже две минуты его музыки. Вы даже ее не заметили. но она очень интересная. Ему прям благодарность. Даже не знаю, не видел его никогда. Но думаю, что все будет хорошо у него. Это правда, действительно, он ритм улучшил. Его, конечно, можно было и побольше вставить, но я уже других пластинок не слушал. Огромное всем спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ